где является сами сами узкие места компания на самом деле сами сами узкие места компания это на им персонала потому что в него посмотрите пожалуйста сами основное узкое место читается на 1 почему потому что вот эта мировая статистика оказывается 93 процента проблема есть во всех компаний то есть 97 3 процент проблеме которые в компании существует коренным образом они появляются благодаря слабе компании и умеет славе команда у многих компаний в персоналами проблема даже у сами сами крупникам ведут что думать что макдональдса нет проблема персонала вы ошибаетесь вы думаете что у адидаса нет вы ошибаетесь наверное это такой участок компания который беспрерывно проблема но его постоянно надо совершенствовать его надо постоянно улучшать постоянно исправлять и так далее вы хотите создать сильную компанию научитесь управлять бизнес через людей как надо то есть мы не думаем о продукте больше чем о людей мы не думаем о рынке чем о людей больше всего создать соберите вокруг себя правильных людей а люди помогут нам создать рынок люди помогут вам захватить рынок люди помогут вам новый новый продукт создать новая аудитория привлечь и новый там технологию занести и так далее поэтому надо акцент делать на кого на правильных людей. Не экономить на них, не задевать их, не разгонять их. Иногда, если у вас характер сложный, они уйдут от вас. Это важная вещь. Люди, они разные, их надо удержать. Надо договариваться, их надо удержать, как хотите и так далее. Значит, самое главное, это что в вашем бизнесе? Это ваши люди. Смотрите, я не говорю, что вы должны просто тупо собрать кучу людей, как утреннее още плов и потом покормить. Я такого не говорю. Я говорю о профессиональных, компетентных людей. Дальше. Естественно, закон заключается в следующем. Если что-то не расширяется, это то, что сокращается. Мы об этом много говорили, я не буду останавливаться. Но здесь есть одна очень важная вещь. Внимание. Внимание, я здесь. Внимание. Наступит момент, когда компанию надо развивать. Наступит момент, когда компания должен прийти на новый уровень. Например, у него был оборот 100 тысяч долларов, он должен прийти на 300 тысяч. Мы же так хотим. Согласны? Наступит момент, когда мы хотим, чтобы он стал полмиллионным оборотом. У него был один магазин, стал три магазина. У него было мощности и производство, скажем, 5 тысяч штук в сутки. Хотим, чтобы стало 20 тысяч штук. Но помните, старыми командами делать это невозможно. Кто теперь понял? Потому что это похоже, что жигули загрузит, заставит ездить, как джип не получится. Она будет барахлить. Я мог объяснить? Именно тот момент, когда мы хотим прийти на новый уровень. Я не говорю, что всех надо уволить. Именно ключевых руководителей 20-40% надо оставить. Те, которые развиваются, 60% заменить. Замените, пожалуйста, ключевые кадры. Найдите кадры, которые помогут вам достигать ту цель. Вы сначала определили для себя, что в этом году хотите три раза увеличиваться. Или вы определили для себя, что в этом году пять раз хотите увеличиваться. Я внимательно изучил Amazon. Каждый год поменял маркетологов. Каждый год. Вы представляете? А почему? Потому что цель. Он ставил цель и видел, что этот кадр не тянет для этого. Он искал другого. Цель. Это очень-очень важная вещь. Вот. Это что-то дало, ребята? Понимание дало? Да. То есть, получается, что старыми вы не достигаете того три раза роста, пять раз роста. Это невозможно. Поэтому ключевые кадры постоянно нас заменить. Пойдемте дальше. Представьте, если вы хотите пять раз и десять раз расти, Жигули тем более не тянет. Согласны? Жигули однозначно не тянет. Это невозможно. Он не тянет. Расширение – это основа выживания любой организации. Смотрите, основой расширения является это что? Наим продуктивных сотрудников. Вот это надо писать, ребята. Вот это пишите, обязательные порядки. Расширение – это основа выживания. То есть, любая компания, которая расширяется, он живет. Та компания, которая не расширяется, он в дальнейшем умрет. Кто-то умрет через год, кто-то через два-три, кто-то через пять, но он умрет однозначно. Поэтому расширение – это основа выживания компании. Надо, чтобы компания расширялась. Расширение будет только в том случае, если что? Если с непрерывной найм. Значит, вот оно расширение. Если каждый раз вы хотите расширение, от кого, от чего надо начинать расширяться? Сотрудники. Да. Цель – два раза увеличить. Цель. Новый регион открыт. Цель. Дополнительно там соседних государств полетит. Цель там. Ага. Ищем того, кто это сделает. Просто нанимаем сначала сотрудника на него. А потом достигаем эту цель вместе с ними. По-другому это не делается. Все, поехали. Пойдемте дальше. Организация в составе сотрудников. Я вчера об этом говорил, что ваш бизнес – это не офис, это не оборудование, это там не продукты. Это продукты, они все причины. Но ваша компания основная – это сотрудники. Продукты вы продаете, сотрудник останется. Вы же их не продаете. Как семья. Как семья же. Так? Поэтому это очень-очень важно. Самым конкуренным рынком, какой рынок является в мире? Рынок труда. Рынок труда. Вы представляете, в день. Сколько люди ищут сотрудника? То, е-мое. Оказывается, какой профессии сами востребованы в мире? Продавец. Продавец – сами востребованные профессии в мире. Рынок труда – самый высокий уровень конкуренции. Огромное количество компаний ищет сильных финансистов, маркетологов, HR и так далее, и так далее. Поэтому это естественно, что вы боретесь. Каждая компания борется так, что ваша компания тоже должна быть красивая, как девушка, чтобы привлек внимание. И создать лучшие возможности для сильных компаний, то есть сильных сотрудников. Будущая компания определяется компетентностью, продуктивностью и профессионализмом сотрудников, работающих в ней. Это тоже пишите, пожалуйста. Я хочу вам сказать так. Я помню, несколько лет назад я привлек инвестиции у одного бизнесмена, он сам бывший украинец, но живет в Австрии. И первая вещь, он приходит ко мне в офис, на что внимание обращает. Знаете, на что внимание обращает? И он говорит, собери свою команду. Я говорю, хорошо. Он приходит, чем ты занимаешься? Что ты делаешь? А ты что делаешь? Он не со мной разговаривает. С ними? Эй, ты кто? Иди твоя работа. Покажи работу. Я сначала не понял. Он вот так. Он спросил у них. И через день мне сказал, еще рано. Представляете? Они никогда не забудут. А? Он деньги вкладывает, он доступен. Вы представляете? Он общались, все нормально, бизнес-плата, все хорошо, все нормально. Мудрый человек. Да он уже за 60 ему. Он очень хороший человек. Он очень очень хороший человек. Он очень создательный. Он сам украинец, но живет в Австрии. Прилетел ко мне домой. Сначала прилетели его юрист и архитектор. Потом он сам придет через неделю. Прошел, вот никогда не забуду, когда он прошел по каждой. Каждого спрашивал, что ты делаешь? Покажи свою работу. А ты что делаешь? Вот так. Каждого спросил. Я сейчас, пройдя сколько лет, делаю вывод, что будущая компания, это люди, которые там, команда, которые там. Он этого хотел видеть, что эти люди способны это делать или нет. Эти люди могут это делать. Наверное, он делал вывод, что с этими людьми это проект невозможно делать. Проект был на 10 миллион 800 тысяч евро. Он сказал, пока рано. Он мне говорит, рано. Я готов с тобой работать, но пока рано. Я, вот это пока рано. Потом я не стал у него ковыряться, спрашивать, что это неудобно мне. Он человек с возрастом и так далее. Думал, ладно, вот жду, когда наступит время. Думаю, надо заново поехать теперь. Но сейчас анализирую, думаю, сейчас, конечно, мое понимание совсем другое по сравнению с моментом, когда он так и было. Это было в 2007 году. В 2007 году был. Он вот так проходил и сказал, пока рано. Так я до сих пор помню.